Долгое время этот пустырь местные жители старались обходить стороной. Особенно в ночное время активисты территориального общественного самоуправления микрорайона взяли ситуацию под свой контроль. На собрании было принято решение заброшенный участок привести в порядок. Инициативу поддержали и коммунальные службы города. На территории нашего южного микрорайона эта территория вечно заброшена. Здесь мусор, амброзия растет. Дети в школу ходят здесь. Играться негде. Сделали объявление, заказали машины для мусора и вооружили всех откликнувшихся на призыв рабочим инструментом и мусорными пакетами. К уборке помимо местных жителей присоединились и учащиеся седьмой школы. Говорят, что не могли остаться в стороне. Так как мы живем в этом городе и гуляем по этому городу, именно поэтому для нас важна чистота там, где мы гуляем, проводим время. На субботник вышли и работники предприятий, которые расположены на территории микрорайона. Сотрудники нашей телерадиокомпании поддержали эту инициативу и словом, и делом. Я считаю, что очень важно в понимании навести порядок дома не ограничиваться только порогом квартиры. Ведь мы живем в этом городе, ходим по этим дворам, ходим по этим улицам. Вот наши сотрудники, они каждый день, наверное, большую часть жизни проводят на работе. Конечно, мы все вышли сегодня убрать, навести чистоту в нашем доме в том числе. Следующий массовый субботник планируется провести в начале весны. С местом пока не определились, но организаторы уверены, состав желающих навести порядок в своем микрорайоне значительно увеличится. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.